Одна вообще террориста сказала и в отборг упала. Ну конечно мне было ее поднимать очень трудно, потому что она в такой эпоху попала в комнату. Вот в брусную комнату мне очень даже нелегко было с ними вот в паладе, чтобы она проснулась. Ну потом выяснилось, что он просто поменял футболку. Ну в конце упала с этой экскурсией, потому что при выезде я им рассказал еще одну историю другую, которая так случилась с другим гидом. Ну они всем понравились, но эта женщина, которая из ГПД была, она меня наказала и сурово наказала. Вот проезжая теперь, обратите внимание, эти серпантины у нас дороги проложить очень трудно в Турции. Но как видите, у нас дороги все хорошие. У нас дороги почему не все хорошие? В Турции водить машину никто не умеет. Нормально не умеют. Кроме некоторых. Ну это конечно же Кадыр и Беншимахи. Это другой человек. И здесь, чтобы все было уютно, это именно для туристов все делается, конечно же. Дороги, которые здесь построены, это три года тому назад поселили вот эти дороги. Так в хорошем состоянии. Какое море красивое. И вот как я знаю, вот русские, когда пьют водку, это наши дороги, да, у нас называется? Вот водку, когда выпивают, они за руль садятся, как будто вообще не пили. Ну у вас даже внутри есть такие люди, которые чуть-чуть помазали и сели за руль. Да? Только не отказывайтесь. Были да такие? Все бывает. Мы все молчат, типа, нет, 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 ну что, такого не бывало, такого есть. Но турки не могут. После одной руки уже все за руль не садятся. Суча у нас много бывает, но и поэтому мы не спешим никуда. Поэтому для вас эта дорога и помнительная кажется. Мы едем тихо, мирно. И конечно же, в вашей жизни, конечно же, дороже, чем наши. Мы в этих дорогах, каждый день. Вот я вам сказал, это доказательство всему этому. Я не хотел, чтобы такие доказательства были. Извините, пожалуйста. Австричный. В Анталии, я вам скажу, как права получали. В Анталии права выдавали не дорожные инспекторы, а давали те, которые в муниципалитете, в котором сидели, они выдавали права. И в Анталии, пожалуйста, я прошу вас, я глубоко выражаясь так, пешеходов пропустите машину. Потому что здесь пешеходов не видят. Или она не пропустит. Они только руль видят. И на какой скорости ездят. Если 60, они еще топят, чтобы 90 стало. А это нехорошо делает, очень нехорошо. Очень нехорошо делает. Там поворот идет, видимо, синей. У него мороженое тает, он по-русски делает. У него мороженое тает. Чтобы не растаяли эти мороженое, он так на газ надавил. Обратите внимание, остров видите? Да. Вот этот остров, по-своему, знаете, как называется этот остров? В переводе с турецкого остров Невест. Невеста. И почему такое название не получил этот остров? В Турции, ну, такие оглашения, это легенды мифы, конечно же. Но название, конечно, Невеста, оно точно и так и есть. Говорят, что в свое время, которое своих жен не хотели, а турецкие женщины не могут плавать. Они привозили в этот остров, оставляли там. И ждали. Пусть переплывет в другую перь. Если смогут переплыть, тогда брали в жены. А если не могли, то убыли. И вот, по счету этого острова, легенды мифы идут даже. Многие. Но здесь уже, обратите внимание, теперь линию, линию, если мы найдем пересечение Средиземного моря с Игейским морем. Мы сейчас увидим линию. Смотрите, попереди уже видно. Белые полосы, что ли? Видите, вот линию. Да, белые полосы. Искусственно кто-то делал, да? Это не искусственно. Это веление Бога, конечно же. Вот, Вы если были в Египте, там, где море, делится на море. Да, да, да. Там делится море как? Есть солидная и пресная вода. Они очень четко разделены. Очень четко. Там поток воды. Поток воды. Да, да, да. И ложки. Про это я Вам скажу. В 1848 году, когда один ученый из Франции, извините, я именно забыл, семейном, у меня проблемы чуть-чуть, посетил именно эти земли, там, где вот море делится на 2, он с изумлением сказал, вот море делится на 2. Он и египтянам говорит, вот, я доказал, что море делится на 2. Но египтянам знаете, что сделали? Взяли Коран, Маракин, к нему подошли и сказали, 1200 лет тому назад в Коране было написано об этом. Но это и во всех священных книгах написано про это. Но он, конечно, не открытым, и то, что открыто говорится, вот море делим, но там свои контексты, которые мы не можем понять. Это ученые уже понимают. И здесь Игейская моря. Как название Паштой Игейской моря кто-нибудь знает? Никто не знает. Здесь в свое время жил царь. Его звали Игей. Его сын, вы помните, передыка получеловека? Монотавр, да? Монотавр. Вот Монотавр в какой-то лабиринте находился. И сын Игей сказал, что я возьму и убью этого Монотавра. И тогда, тогда говорились отец с сыном, вы выезжаете с черным парусом на этот остров, убиваете Монотавра. Если ты убьешь Монотавра, меняй паруса на белые. Да, я ее отдай сама. На белые. А если ты не убьешь, если тебя этот Монотавр убьет, тогда вернись обратно с черными парусами, чтобы я знал ты того нет. Сдалека, чтобы я это увидел. Но его сын едет на этот остров, умно поступая, веревки завязывает на себя и на выход. Заходит в этот лабиринт, убивает Монотавра и выходит. Но от радости от того, что убил Монотавра, что отец вознаградит его, он садится на яхту и забывает менять паруса. И с черными парусами возвращается с этого похода. И тогда Иге, увидев, что черные паруса бросают себя в море и именно же в этом море он умирает. Конечно же, этот миф я не в первом, не в втором. Я, конечно же, досконально, чтобы историю узнавать, надо читать несколько книг из нескольких стран, чтобы точно это знать. Об этом мифе многие говорили, что это Эгей, от этого царя осталось это имя. Эгейское море. Извините, вот эта белая полоса, которая вдоль изменивает... Вы сейчас еще видите ту полосу, которая здесь делится. Еще там вы видите одну полосу, которая посередине идет. Отсюда начинается деление этого моря. Здесь вот такие маленькие пляжи находятся, которые пытаются. Видно, да? А если обратили внимание, конечно же, днем, который прилетает, это видно. И давайте я вам такую загадку скажу, на отгадку потом скажете. Можно? Да. Да? что видит таксист всегда, поступь иногда, а Бог никогда. Ну, некоторые знают этот мой ответ, да? Деньги. Знают? Ну, этот ответ я потом получу. Если кто знает, пусть именно запишут для меня. Вот смотрите, отсюда Николайбур проезжал. Вот смотрите, как ясно видно, что здесь что-то не то. Посередине моря длиннее идет. Вот смотрите, хорошенько, вот смотрите, вон там, видите. вот, что-то, 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 что-то. Продолжение следует...